Здравствуйте! С вами технологии комфорта, программа об идеях и их стоимости. Мы удивим вас интересными решениями по обустройству дома и, главное, расскажем, сколько это стоит. Не секрет, что возведение частного дома – процесс дорогостоящий и накладный. Однако есть материалы, позволяющие снизить сложность и затратность стройки. Например, с помощью готовых стеновых панелей из полиэтиллобетона, говорят специалисты, можно неплохо сэкономить и поставить коробку здания буквально за несколько дней. Но об этой технологии есть и другие мнения. Полиэтиллобетон – относительно новый строительный материал, который активно стал заменять традиционное. Однако за возникшим ажиотажем и популярностью на него обрушилась и порция критики. Некоторые скептики, не понимая предмета обсуждения, стали распространять слухи, не подкрепленные фактами. Таким образом, вокруг качества и безопасности материала возникло много мифов. Пришло время их развеять. Начнем, пожалуй, с самого расхожего заблуждения. Некоторые считают, что полиэтиллобетон является небезопасным материалом и может выделять вредные соединения. Гранулы полистирола, используемые в составе данного материала, являются пищевыми. И используются в пищевой промышленности для подложек питания, для одноразовой посуды. И, соответственно, при нагреве не выделяют никаких тактически вредных веществ. Из полиэтиллобетона, помимо блоков, выпускают еще один стеновой материал – готовые панели. Второй миф связан с их конструктивной прочностью. Некоторые считают, что дом из крупноформатных плит будет неустойчивым. Специалисты утверждают, что если изначально заложен ровный фундамент, а у стен хорошая геометрия, то коробка будет стоять ровно и крепко. Но тут немаловажен и сам процесс монтажа панелей. Выставляется первый ряд плит. Строители забивают, каждый угол перевязывают скобами. Второй ряд собирается с перехлёстом на первый ряд. То есть, ну, как эпичная кладка идёт друг на друга. За счёт этого достигается жёсткость во всех углах, во всех стенках. Для большей жёсткости сборка должна производиться на монтажную пену – адгезия, то есть схватываемость которой намного выше, чем песчано-цементный раствор. Сам по себе песчано-цементная смесь, она очень долго затвердевает, и в процессе эксплуатации она рассыпается потом. Она не очень крепкая, она не гидроскопичная, а крепена. Она через полчаса набирает свою плотность, и невозможно панель сорвать с места ни в коем случае. То есть петли вытягиваются, кран опрокидывается, а панель стоит на месте. Приходится выпиливать их. Вот, только после этого её можно снять. В результате такой сборки отсутствуют мостики холода, а значит, не понадобится дополнительный утеплитель. Также можно отказаться и от штукатурки, ведь стены получаются с ровной поверхностью. Однако, несмотря на эти экономически выгодные свойства материала, некоторые люди считают, что после сборки всей конструкции приступать к отделочным работам можно будет только спустя какое-то время. Но наш следующий герой убедился в обратном. После постройки не требуется усадки этого дома, и я приступил сразу к отделке дома. И мне отделку сделали, произвели, и я зиму перезимовал. И можете посмотреть, в доме ни одной трещины, ничего нету в доме. Очень хорошо и тепло. Свой дом из плит Юрий Дмитриевич начал строить два года назад, зимой. Тогда рабочие поставили коробку буквально за несколько дней. Сейчас здание сложно узнать, но за фасадами из клинкерного кирпича скрывается всё тот же полистирол-бетон. Четвёртый расхожий миф как раз связан с его прочностью. Некоторые считают, что материал вязкий, и он не способен выдержать большую нагрузку. Но владелец дома опытным путём проверил, что это не так. Все навесные конструкции – это шкафы на кухне, унитаз, котел в отопительный. Всё это держится очень хорошо и прочно. Заключительный стереотип касается назначения материала. Многие убеждены, что из полистирол-бетона нельзя строить бани. Но это не так. Во-первых, полистирол-бетон – материал, обладающий степень горючести НГ, что значит полностью негорючий. Во-вторых, данный материал полностью отталкивает влагу и не боится её, что очень подходит для бань. И, в-третьих, данный материал обладает высокой степенью теплоэффективности, что позволяет задерживаться теплу в бане и сохранять на долгое время. Кроме этого, материал не впитывает влагу и обладает высокой паропроницаемостью. В отличие от деревянных построек, в бане из полистирол-бетона можно сделать тёплые полы и помывочную зону с плиткой. А чтобы добавить душевной атмосферы, выполнить отделку из дерева. Споры о том, из чего же лучше строить загородный дом, будут продолжаться бесконечно. И у каждого материала найдётся достаточно сторонников и доходчивых аргументов. Здесь главное выбрать надёжную производственно-строительную компанию, которая отвечает за качество выпускаемой продукции, долго работает на рынке и имеет хорошую репутацию. По подсчётам специалистов, коробка одноэтажного дома площадью 100 квадратных метров из полистирол-бетонных стеновых панелей обойдётся примерно в 351 тысячу рублей. Как правило, в эту стоимость входят 5 несущих стен толщиной 400 миллиметров, встроенные армированные перемычки и монтаж. В подножье священной горы Коэсан, где находится древний храм японских буддистов, появился необычный хостел для паломников. Капсульное общежитие коридорного типа рассчитано на людей, которым клаустрофобия чужда. На двух уровнях по обе стороны длинного коридора архитекторы расположили несколько десятков крошечных одноместных ячеек, в которых нет ничего, кроме матраса. Завод полистирол-бетон. Построим дом под ключи от фундамента до кровли. Мы изготовим для вас стеновые панели, блоки, перегородки пас-гребень, перемычки, плиты-перекрытия и полистирол-бетонный раствор. Проект дома в подарок. Подробности на сайте заводдефиспб.рум Тёплая лоджия? Легко. Долговечные материалы. Энергосберегающие технологии. Аккуратно и комфортно. Балкон-Сити. Услуги на высоте. Рынок города в изобилии предлагает материалы для строительства. Кирпич, бетон, разнообразные блоки, каркасные технологии. В общем, вариантов множество. Но если для вас главная экологическая чистота материала, то советуем присмотреться к профилированным брусам. Тем более, что дома из него можно возводить даже на болоте. И ещё одна реальная строительная история прямо сейчас. Ну что, давайте пройдём, ребята, посмотрим то, о чём мы мечтали. Сергей Востриков восхищённо показывает свои загородные владения с прудом и новый дом. Ещё совсем недавно на этом месте была свалка и грязь. Мусор разобрали, а вот с грунтом возникли проблемы. Строиться на заболоченном участке достаточно сложно. Решения принимали всей роднёй. Много спорили, но всё-таки согласились с главой семьи. И в качестве материала выбрали профилированный брус. Конструкция из него считается облегчённой, поэтому здание можно смело ставить на винтовой фундамент. Делать какой-то ленточный фундамент – это большие затраты и много по времени. Сваи в этом отношении позволяют дом вывесить, соответственно, убрать лишнюю влагу от бруса. И надеемся, что домик наш будет стоять сухой, даже если здесь и будут какие-то катаклизмы с точки зрения влаги. Примерно за два с половиной месяца строители установили фундамент и собрали коробку дома площадью около 108 квадратных метров. В процессе монтажа владелец дома ещё раз убедился в том, что выбрал правильный материал. С точки зрения технического сбора – это самый лучший вариант. Прокладывается джут, и они между собой, соприкасаясь, перекрывают возможные утечки тепла и в то же время непопадание ветра в дом, особенно в зимнее время. Это раз. Второе – конструктив. То есть он прочный, стабильный, хороший конструктив. Третье, что оценил хозяин строения – эстетика материала. Деревянные фасады не нуждаются в дополнительной отделке и гармонично вписываются в окружающий природный ландшафт. В доме планируется оборудовать всё необходимое. Две спальни на втором этаже, кухню-гостиную и просторную ванную комнату на первом. Отапливать жильё будут посредством электричества. В планах провести тёплые полы и поставить несколько радиаторов под окна. Расчёты позволяют говорить о том, что даже с 20-ти процентным запасом по теплу нам достаточно будет 9-ти киловаттного котла. И плюс каменчик, он позволит нам в холодные дни быстренько нагреть. Застройщика Сергей выбирал не менее кропотливо. Чтобы сэкономить, он прежде всего искал фирмы, владеющие собственным производством. Смотрел отзывы людей, которые уже с ними сотрудничали. Также для него была важна гарантия на несколько лет вперёд. На случай, если во время эксплуатации выявятся недостатки, то производители могли бы их устранить. Когда наш герой нашёл удовлетворяющую его потребностям фирму, началась стройка. На данном этапе брус проходит процесс усадки, а Сергей пристально наблюдает за ним. Задача как раз тех, кто это делает, и потом вывозит на объект и ставит дом. Вот как раз нам потом и продемонстрировать в рамках договора, вот как у них написано, там 5 миллиметров, не больше расхождения. Вот мы и посмотрим. Но пока всё стоит. Вопросы нет. В Париже закончилось строительство новой музыкальной достопримечательности арены «Ля Сен Мюзикл». Визитной карточкой шедевра служит концертный зал с необычным потолком, состоящим почти из тысячи деревянных шестиугольников. Накрывают его парусы из солнечных панелей. Комплекс – полностью доступное общественное пространство. Любой человек может пройти здание насквозь, не приобретая билет. Брусмаркет. Современные деревянные дома от производителя. Внимание, акция. Профилированный брус естественной влажности всего за 9,5 тысяч рублей за кубометр. Звоните 302-19-73. Сайт брусдефисмаркет.ру Собственный загородный дом для многих остаётся всего лишь мечтой. И часто дело не в финансовых затратах, а в нежелании ввязываться в сложный и долгий строительный процесс. Однако на практике некоторым людям удаётся возводить дома буквально за сезон. Чем яснее ваше представление о будущем жилье, тем ближе вы к цели, считает герой нашего следующего сюжета. Строительство этого дома мы снимали год назад. Профессиональный прораб Сергей Ершов работал над проектом с особой тщательностью. Ведь коттедж он строил не на продажу, а для себя. Имея опыт работы с разными материалами, для своего жилья он выбрал блоки из полистирол-бетона. При укладке такого блока на клеевую смесь получаются достаточно тонкие швы между блоками, что уменьшает промерзание стены и, возможно, строительство малоэтажных домов без утепления фасада. Спустя год Сергей убедился в теплосберегающих свойствах материала. Утеплитель действительно не понадобился. Здание площадью 75 квадратных метров отапливается с помощью тёплых полов. В спальнях на всякий случай предусмотрены радиаторы. Нагрев воды происходит от электрокотла. При этом оплата по счётчику зимой не превышает 3-6 тысяч рублей. Летом 2,5. После подведения газа, по словам хозяина, сумма в счетах снизится до минимума. В своём доме Сергей уже завершил отделочные работы. Ну а в этом коттедже они идут полным ходом. Новое здание – ещё один проект, для которого строитель выбрал в качестве стенового материала полистирол-бетон. Он лёгкий. Вручную его может поднять в каменчик без особых приспособлений, без использования техники. Полистирол-бетонный блок также мне интересен по характеристике теплопроводности. Он очень тёплый. При использовании монтажной пены в качестве клея также исключается возможность промерзания наружных стен. За последнее время на рынке появилось много разных форматов полистирол-бетона. В основном крупные. Но испробовав их на практике, строитель сделал выбор в пользу блоков стандартных размеров. Это позволяет выполнять перевязку внутренних и наружных стен с разрывом вертикального шва. То есть шов получается не сплошной, а как в кирпичной кладке. Это предотвращает появление трещин в углах дома, в стыках перегородок и наружных стен, что обеспечивает дополнительную пространственную жёсткость здания. Ровная геометрия блоков также важна. Если материал изготовлен качественно, то в дальнейшем можно будет сэкономить на внутренней отделке. Например, здесь для стен не понадобилась штукатурка, только слой шпатлёвки и обои. И Сергею, и владельцу этого коттеджа, только предстоит заселиться в свои дома. А вот жители этого посёлка уже более пяти лет живут в зданиях из полистирол-бетона и могут в полной мере оценить качество построек. Дом получился сороднить термосу. В нём действительно тепло зимой и прохладно летом. Было доказано, что при строительстве Великой Китайской стены в качестве скрепляющего раствора использовали клейкую рисовую кашу. В нашем городе значительно увеличилось количество выгодных предложений по возведению загородных домов. Кто-то предоставляет только стройматериалы, кто-то уже готовые здания. Но есть фирмы, которые оказывают полный комплекс услуг, позволяющие значительно сэкономить. Подробности в следующем материале. Выбирая из чего построить загородный дом, люди всё чаще стали отдавать предпочтение экологичным деревянным материалам, среди которых наибольшей популярностью пользуется профилированный брус. Однако, чтобы дом из него получился действительно тёплым, надёжным и был возведён в короткие сроки, необходимо найти компанию, которая сможет обеспечить производство полного цикла. Это означает, что все этапы постройки дома, от заготовки бруса до проектирования и сборки, предприятие возьмёт на себя. Строительство любого дома начинается на бумаге. Именно поэтому важно, чтобы в компании работали штатные архитекторы, которые могут, учитывая пожелания клиента и особенности земельного участка, разработать индивидуальный план строительства или же подобрать готовый проект. Как правило, большие предприятия могут предложить различные варианты домокомплектов, от экономичных до элитных. Помимо этого, у компании полного цикла должна быть собственная заготовительная база, на которой материал проходит первоначальный контроль качества. При изготовлении бруса идёт отбор по допустимым параметрам бруса, по качеству бруса самого дерева. Чтобы будущий профилированный брус был изготовлен из качественного бревна и чтобы нужное количество материала поступило на площадку в оговоренный срок, обязательно поинтересуйтесь у поставщика, есть ли у него собственная делянка, где она расположена и есть ли документы, подтверждающие это. Как правило, с базы заготовки поступают на производство, где брус должен тщательно просушиться в специальных сушильных камерах. Для сушки бруса сечением 150 на 200 и выше необходимо оборудование уже более высокого класса, чем для сушки обычной доски. Далее он будет сушиться до транспортировочной влажности 18-20%. Главную роль на производстве играют высокоточные станки. Именно от них зависит, насколько идеальной будет геометрия профилированного бруса. Это очень важно, ведь чтобы дом получился теплым и непродуваемым, все детали в домокомплекте должны с точностью до миллиметра подходить друг к другу. Некоторые фирмы при формировании домокомплекта используют систему штрих-кодирования. Благодаря подобной технологии строители на площадке могут собрать здание как конструктор, быстро и точно. Строительная компания полного цикла может влиять на себя не только сборку стенокомплекта, так называемой коробки деревянного дома. Такие компании могут построить дом полностью от фундамента, заканчивая уже оконными, дверями, коммуникациями, чистовыми покрасками, укладкой чистовых покрытий. Учитывая все вышеперечисленные факторы, надежный производитель может легко дать гарантию качества на свою работу. Например, в некоторых компаниях есть специалисты, которые осуществляют гарантийный сервис и постгарантийное техническое обслуживание. Таким образом, если все этапы производства полного цикла будут строго контролироваться соответствующими специалистами, то и результат порадует будущих жильцов. Кстати, не секрет, что в этой сфере, как и везде, существуют разные схемы мошенничества. Например, одна из самых распространенных, когда заказчик отдает аванс и ждет начала стройки, а фирма просто исчезает. Чтобы этого не произошло, к выбору компании застройщика необходимо подойти со всей ответственностью. Для этого надо посетить офис продаж, производственные базы, посмотреть, на каком оборудовании изготавливается материал, затем оценить уже готовые объекты и по возможности обязательно пообщаться с другими заказчиками, дома которых уже построены. Как правило, ответственная строительная компания может сама организовать весь этот процесс, конечно, если ей есть чем гордиться и нечего скрывать. Архитектор Вот Рон Ге борется с бешеной урбанизацией Вьетнама с помощью зеленых домов. Один из проектов в Хошимине так и называется «Дом для деревьев». Он представляет собой пять бетонных коробок, выполненных в форме горшков для растений. Жилой комплекс идеально справляется с функцией озеленения, которую архитектор активно пропагандирует в своей работе. Почему у некоторых строительство дома может длиться годами, а кто-то этот процесс заканчивает за считанные недели? Если заранее все грамотно распланировать и выбрать качественные материалы, то стройка может стать краткосрочным и вполне увлекательным занятием. Многие знают, что из пластблока можно построить дом практически от и до, в том числе сделать стяжку пола. Но если раньше товарный раствор продавался в готовом виде, то теперь компания Пластблок выпустила новинку – сухую смесь для приготовления полистирол-бетона в домашних условиях. Упаковка теплого пола содержит подробную инструкцию и пузырек со специальной добавкой. Готовится смесь просто. Необходимо смешать все ингредиенты с водой в бытовой бетономешалке или другой емкости с помощью строительного миксера или обычной дрели с насадкой. Если произвести все работы самостоятельно, не прибегая к услугам строительных бригад, то получится еще и сэкономить. Стяжка выпускается в разных марках плотности и способна решить сразу несколько задач – выровнять пол, утеплить его и звукоизолировать. Кстати, смесь можно использовать не только в загородных домах, но и в обычных квартирах. Такая стяжка не потребует каких-то согласований, так как она очень легкая и не перегружает перекрытия. Внимание! Теперь новинку можно приобрести не только в компании Пластблок, но и в строительных магазинах Свердловской области. Построить дом за два дня – это реально! Мега Пластблок с идеальной геометрией, теплой, прочной и по доступной цене. Город Верхняя Пышма. Завод Пластблок. Сайт plastblock.ru Мы показали, как сделать дом комфортнее, но вам решать, платить ли за это. Ведь у каждой идеи есть своя цена. С вами была программа «Технологии комфорта» и я, Георгий Набиев. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова